Партия номер 7 Ну и будет И тут же номер 8 Потому что партия номер 7 короткая Белыми играл Морфи Черный Мимик Нью Йорк 1857 год Так Е4, Е6 Французская защита Так как черные все равно Неизбежно отстают от белых в развитии На один темп То естественно должна была возникнуть мысль По возможности затруднить белым Вскрытие игры, которая для них Более выгодна Как это не удивительно, к такой простой идее Пришли лишь в последние годы В современных турнирах На Е4 чаще отвечают Разными закрытыми защитами Чем старым прямолинейным Ходом Е5 Французская защита Е6 Старейшая из таких начал Д4, С5 Правильно Вторым ходом играть Конечно не С5 А Д5 После хода в партии Белые завоевывают Пространство в центре В общем Морфи Владел закрытой игрой Хуже Чем открытой И сейчас Слабый ход В противника Являющийся Потерей Темпа Позволяет Ему с выгодой Вскрыть игру Ну то есть Они Черные пошли Е6 И теперь ходят Е5 Вот это потеря темпа И Морфи пошел Сразу Ф4 Всклицательный знак Д6 Конь Ф3 Слон Ж4 ФЕ Слон Ф3 Снова Потеря темпа Причем Случа уже Рассмотренный Нами Потеря темпа На размене Так как Белые берут На Ф3 Развивая Новую фигуру До размену Сторон было По одной Раз этой фигуре Вот После Фигура Черных Исчезла А у белых Появилась другая На том месте Где была первая То есть Ферзь ЕД Слон Б5 Шах Конь Д7 Конь С3 Конь Ф6 Слон Ж5 Слон Е7 И Через два Хода Черные Сдались Потому что Морфи Сделал Сильный ход Напрашивается Может быть Ну Мощнецкий Ход Д5 Д6 Типичный Для Морфи Жертвой Пешки С целью Вскрытия Линии В данном Случае Сразу Решающая Исход Борьбы Кстати А что Было бы Если Соперник Ушел На Ф8 Новый Вариант Ничего Конкретного Хотя Все Тухляк Гудень Вообще Плюс Пять Дает 2 3 0 Ля Куни Теперь Ну Понятно Ну А Черные Взяли Слоном И тут же 3 0 И Черные Сдались Вот тут По линии Д У них Ой Все Летит Мощницкая Связка Слон Под боем Если Отойти Слоном Ну Даже Если Вот Так Тогда Взяли 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 И Гранты Так Ну Это Первая Партия Которая Я сегодня Хотел Прочитать Так Сказать И Вторая Партия На Этот Раз Морфи Играл В Сеансе Одновременной Игры Не Глядя На Доску Новый Орлеан 1858 Год Морфи Белыми А соперник Его был НН Неизвестный В кличке Он называется Любитель Это Наверное Не фамилия Это Наверное Просто Е4 Е5 Конь Ф3 Конь С6 Слон С4 В предыдущих Партиях Мы встречались Здесь Лишь Продолжение Д4 Вот Я стрелочек Отметил Ходом Слон С4 Белые Продолжают Своё развитие Ещё не решив Каким способом Они вскроют Впоследствии Игру Путём Д4 После Подготовительного С23 Или Посредством Ф4 После 2 0 И некоторых Других Подготовительных Ходов Однако С точки зрения Современных Разрений Ход Слон С4 Плох Тем Что Он Непоследователен После Е4 Е5 Блокированная Пешка Е5 Является Объектом Атаки Белых Которые Смогут Благодаря Этому Вскрыть Игру Посредством Д4 Или Ф4 Реализует Таким образом Преимущество Выступки В ходом Коне Ф3 Белые Немедленно Начинают Атаку Пешки Е5 И в случае Конь С6 Могут Последовательно Продолжать Её путём Д4 Или Что ещё Семнее Слон Б5 Слон Б5 Испанская Партия Между тем Ход Слон С4 Хотя И развивает Фигуру Но Прорывает В позиционную Атаку Пешки Е5 Вот Причина Из-за которой Это начало Почти Исчезло Из современной Турнирной Практики Чёрным Лучше всего Отвечать Конь Ф6 Вот Защита Двух Коней Нападая На пешку Е4 И захватывая Инициативу Менее Надёжно Слон С5 Итальянская Партия Так как Так как Это Хотя и препятствует Немедленному Д4 Белые Всё же Могут Попытаться После С3 Сделать Этот ход С выигрышем Темпа Был Был Спробован Ход Слон Е7 Венгерская Защита Добровольно Выступающий Белым Инициативу Ну Чёрные Чёрного Слона Чёрного Слона Чёрного Чёрного Слона Завлечения Дебют Этот назван По имени Своего Изобретателя Это Неинтересно Слон Б4 Вот написано Можно с успехом Отклонить Гамбит Посредством Слон Б6 После чего Продвинутая Пешка Б4 Нередко Оказывается Слабой Кроме того Слон На Б6 Столь же Активен Как и Оставаясь На Ц5 Но меньше Подвержен Нападению Уже Этого Достаточно Чтобы признать Гамбит Эванса Несолидным Ну Я В книжках Видел Другое Мнение Что Как раз таки Отходить Если Слоном То Это Чёрный Получают Худшую Игру Так ещё И Материальное Равенство Вот Противоположное Абсолютно Мнение Видел Но Соперник Взял На Б4 Слоном Ц3 Слон А5 Это Отступление Сильнее Чем Слон Ц5 Так как Слон Этот Подвергнется В будущем Нападению Посредством Д2 Д4 Ну да Поэтому Постоянно Уводят Его на 5 Чаще всего Д4 Продолжение В гамбитном Стиле Белый Ставит Противника Перед Выбором Либо Уступить Центр Либо Выиграть Вторую Пешку Зато Позволить При Открытой Е5 И тем Самом Поддерживая Напряжение В центре Если же Белый Сиграют ДЕ То Игра Прощается При этом Они Сами Разбивают Свой Центр И в связи С тем Что на Ферзевом Фланге Их Пешки Разорваны Окончание Складывается В пользу Черных Ну да Если Взяли Взяли Тут Все Меняется И уже Никакой Атаки Ничего 2 0 ДЦ Слон А3 Перерез Белых В развитии Вряд ли Компенсирует Потери Двух Пешек Ну да Сейчас Белый Уже Без Двух Пешек Во всяком Случа Прочтительнее Было Ферзем На Б3 Пойти И если Вдруг Ферзев 6 Звищая Пешку Ф7 То Атака Продолжается Путем Е5 Теперь же Когда Белый Сыграет Ферзь Б3 Воспоряжение Черных Будет Удобный Защитительный Ход Конь А6 Правда Не обязательно Жи Можешь Вроде Попробовать И на Е7 Стать Ферзем Ну ладно Что он Написал То и Написал Д6 Ферзь Б3 Конь А6 Вот о чем Говорилось Конь А6 Вышел Защитил Пешку На Ф7 Конь С3 Слон С3 Это Размин Позволяет Белым Создать Сильную Атаку Ну Ферзь Взял 2 0 Раде А Д1 Чтобы Реализовать Перерез Развитие Белые Должны Окончательно Вскрыть Игру Сейчас Они Уже Грозят Сделать Естественный Подрывной Ход Е4 Е5 Но Черные Искусно Этому Препятствуют Конь Ж4 Аш Т Конь Е5 Конь Е5 Конь Е5 Вот таким Маневром Вроде Как бы Не дали Сходить Е5 Но Морфи Делает Ход Слон Е2 Вот если Слон Б3 То после Слон Е6 Черные Добивались Упрощения Теперь же Белые Хотят Сыграть Ф2 И Ф4 Подготавливая Вскрытие Позиции Вот То есть Я нарисовал Здесь Черные Допустили Весьма Поучительную Ошибку Так как Они Сильно Отстали В развитии То им Следовало Стараться Запереть Позицию Продолжая Например Ф7 Ф6 Конь Е5 Ж6 Чтобы контролировать Пункт Е5 То есть Я устрел Коменсал Белый Ф4 Хотят А черный Хотят Ф6 Конь Ж6 И вот это Поле Е5 Который Я выделил Зеленым Держать Под контролем Который Необходим Вероятно Тогда В силу Материального Перереса Игра Черных Была бы Лучше Вместо Этого Они Сами Вскрывают Игру Видимо Стремясь Освободиться От давления Тем Самым Трудная Задача Которую Белым До сих Не удавалось Решить Выполняется Сама Собой Ф5 Ходят Черные Таким Путем Вскрываются Линии Е Вот Я нарисовал Стрелку Линии Е Вскрывается Диагональ А2 Ж8 И диагональ А1 Х8 Которая Уже Нельзя Будет Забарикодировать Посредством Ф7 Ф6 Потому что Пешка Уже Пошла На Ф5 Своими 17 18 И 19 Ходами Морфи Поочередно Овладевает Этими Тремя Открывшимися Линиями Ф4 Конь С6 И вот Морфи Начинает Захватывать Линии Слон С4 Шаг Король Х8 Слон Б2 Захватил Еще одну Диагональ Напал На мат Ферзь Е7 Ладья Е1 Ладья Ф6 Еф Ферзь Ф8 Вот Все что Хотели Теперь Белые Они добились Все скрыли Теперь Белые Решают Партию Блестящей Комбинацией Ну Тут Конечно Мощный Ход Ладья Е8 Нападая На Ферзя Ну Как бы Надо Брать На это Следует Ферзь Ф6 Только что Морфи Отдал Ладью Теперь Жертвует Ферзя Ну На Ж7 Конечно Брать Не надо Потому что Будет Вот такой Симпатичный Моток Двумя Слонами Поэтому Черные Пошли Ферзь Е7 Но На Это Белые Продолжают Своё Дело Ферзь Ж7 Продолжает Жертвовать Атаковать Ферзь Ж7 Ф6 Ферзь Ж2 Это Ход Отчаяния Однако На Ферзь Ф8 Чарны Получали Мат После Ф7 Шах Конь Е5 Закрылись Пытаются Откупиться Взяли На Е5 Х5 Чтоб Открыть Так сказать Поле Для бегства Короля Тогда Е6 Шах Король Х7 Слон Д3 Шах Король Х6 Ладья Ф6 Король Ж5 Ладья Ж6 Король Ф4 Король Ф2 С угрозой Ж3 Мат А если Х4 Тогда Ладья Ж4 Мат Ну а После Ферзь Ж2 Последовала Король Ж2 Слон Х3 Король Х3 Х5 Ладья Ж1 И Черные Сдались Вот такие Вот две Партии В исполнении Морфи Следующая Партия Будет Партия Номер 9 Морфи Герцог Браун Швейцкий Какой-то Играф Из Ну это Все Видели Жертву Ферзя На Б8 И мат Ладьей На Д8 Я Это Показывать Не буду Это Был Кирилл Широкого А дальше Начинается Глава Посвященная Первому Чемпиону Мира Вильгельму Стенец На этом Как бы Все Продолжение следует